Ипотечные кризисы уже были в истории человечества и, как правило, приводили к одним из самых страшных финансовых катастроф. Изучив эти кризисы, исследователи нашли самую опасную точку, после которой на рынке недвижимости может случиться настоящий коллапс. Что это за точка невозврата и близко ли к ней рынок недвижимости в России сейчас, мы поговорим в текущем эпизоде. Ипотечный кризис 2007 года в США показал, на что стоит обратить особое внимание инвесторам в недвижимость. И в этом видео я хочу раскрыть определенную комбинацию двух простых показателей, которые могут привести к резкому всплеску банкротств по ипотечным займам. Показатель номер один уже знакомый и привычный всем – первоначальный взнос. Покупатель должен оплатить часть стоимости объекта своими деньгами. Это частично подтверждает его кредитоспособность, плюс снижает риск для банка, который этот займ выдает. Первоначальный взнос считается в процентах от стоимости недвижимости. Например, при покупке в ипотеку квартиру за 10 млн. рублей со взносом в 20%, инвестору будет необходимо внести 2 млн. в качестве первоначального взноса. Соответственно, чем выше уровень первоначального взноса, тем больше обеспечений есть у банка на единицу выданного кредита. Это так называемый показатель LTV – loan to value, то есть соотношение суммы кредита к стоимости недвижимости, которая отходит в залог. Чем выше этот показатель, тем больше сумма займа по отношению к стоимости недвижимости, и тем выше риски банка. Если первоначальный взнос составляет 80%, то банк рискует лишь 20%, имея в залоге 100% оценочной стоимости недвижимости. Нередко в качестве источника средств для первоначального взноса покупатели используют потребительские кредиты или вообще микрозаймы. В этом случае, несмотря на большой взнос, способность выплатить долг и проценты по нему остается под большим вопросом. Большинство банков в России устанавливают первоначальный взнос на уровне 20% и выше. Ну а новые условия ипотечных программ с господдержкой уже содержат минимальные требования в 30% первоначального взноса. Если мы вернемся в США в период начала нулевых, то увидим, что за период с 2003 по 2007 год у приобретающих жилье впервые первоначальный взнос составлял всего 2-3% от стоимости недвижимости. Да, с учетом уже опытных владельцев, средний показатель по рынку оставался в диапазоне 9-13%, но просто представьте себе, что для покупки той же квартиры за 10 миллионов рублей вам нужно всего 200-300 тысяч первоначального взноса. Конечно, такие мягкие условия не могли не вызвать настоящий бум на рынке, что и привело к обвалу впоследствии. И здесь важно посмотреть еще и на следующий показатель. Это крайне важный параметр для всего рынка и отдельно каждого владельца недвижимости. И вот почему. Термин «ликвидационная стоимость» пришел из корпоративных финансов, где он показывал, сколько будет стоить компания, если продать все ее активы, а затем закрыть все обязательства. В нашем случае ликвидационная стоимость – это та сумма, которую владелец недвижимости получит после продажи своей квартиры, дома и т.д. и погашения ипотечного кредита. Например, если недвижимость была куплена за 10 миллионов рублей, и в моменте ее можно продать за те же деньги – 10 миллионов, то при остатке по долгу равном 7 миллионам, ликвидационная стоимость будет равна 3 миллионам. То есть это разница между рыночной ценой квартиры и остаточной задолженностью по ипотеке. Принцип точно такой же, как и в случае с активами и обязательствами компании. На ликвидационную стоимость в большей степени влияет три компонента – размер первоначального взноса, динамика цен на недвижимость и скорость погашения кредита. Сразу же после покупки жилья в ипотеку ликвидационная стоимость будет почти полностью состоять из первоначального взноса. Она может еще увеличиваться со временем за счет роста стоимости недвижимости, а также погашения долга. То есть либо за счет увеличения стоимости актива, либо за счет снижения обязательств. Средний срок по ипотеке в России сейчас довольно длинный – около 25 лет. А это значит, что в среднем погашение кредитов идет довольно медленно. Поэтому определяющее влияние на размер той самой ликвидационной стоимости будут иметь первоначальный взнос и динамика цен на недвижимость. Например, если рыночная цена квартиры в нашем примере вырастет на 10%, и ее теперь можно продать уже за 11 миллионов, а не 10, то ликвидационная стоимость также увеличится на 1 миллион рублей. В обратном случае, когда недвижимость падает в цене, ликвидационная стоимость снижается соразмерно. И несложно заметить, что при определенном сценарии она может превратиться в ноль или даже уйти в минус. Покупая квартиру в ипотеку, мы по сути инвестируем в недвижимость с плечом. Если рынок просядет достаточно глубоко, то можно не просто потерять вложенные деньги, а остаться с долгами на длительный период. И вот тут-то мы и подходим к определению точки невозврата. Исследования показали, что есть определенный момент, когда появляются резкие изменения в балансе спроса и предложения на рынке жилой недвижимости. На примере ипотечного кризиса в США 2007 года решающим моментом на рынке недвижимости стала точка, в которой ликвидационная стоимость превращается в ноль. То есть момент, когда текущая рыночная оценка объекта становится ниже остаточной задолженности по кредиту. Это та точка для рынка, где часть домохозяйств резко теряет мотивацию к дальнейшему погашению кредита. И просто представьте себе такой сценарий, когда нам осталось выплатить около 7 миллионов рублей плюс проценты за следующие 20 лет, но квартира на рынке стоит столько же или даже меньше. Мало того, что мы понесли серьезный убыток, так кредитный договор по-прежнему требует от нас ежемесячных платежей. В случае с США, как мы уже говорили в первой части этого видео, средний взнос у первичных покупателей вообще был на уровне 2-3% от стоимости недвижимости. С учетом вторичных покупателей, средний первоначальный взнос находился в диапазоне 9 до 13%, но рынок обвалился гораздо сильнее. В общей сложности с 2007 по 2011 год недвижимость упала в цене почти на 19%. Это средние данные по всем штатам. Например, во Флориде рынок недвижимости в среднем упал на 44% за тот же период, а в Вашингтоне на 23%. Этого было вполне достаточно для того, чтобы ликвидационная стоимость обнулилась, а люди стали отказываться от своих обязательств. Но поскольку эта ликвидационная стоимость в большей степени состояла именно из первоначального взноса, то та самая точка невозврата начинается в момент их пересечения. То есть тогда, когда снижение рынка недвижимости обнуляет наш первоначальный взнос. В России ситуация другая. Средний размер первоначального взноса находится в диапазоне от 25 до 30% по состоянию на текущий момент. Кроме этого, объемы досрочных погашений пока выше, чем объемы рефинансирования ипотек с пролонгацией сроков. Так что реально кредиты закрываются раньше изначально рассчитанного срока. Спады на рынке недвижимости также случались в прошлом. Но доли ипотек, как и их срок, стали стремительно увеличиваться лишь в последние 5 лет. Кроме того, значительная доля недвижимости по-прежнему покупается на собственные средства, что поддерживает рынок в периоды снижения. А рекордный объем размещенных депозитов, о которых отчитывается ЦБ в последнее время, может быстро спровоцировать рост спроса на рынке. Поэтому точка невозврата в нашем сегодняшнем случае находится достаточно глубоко. Для того, чтобы спровоцировать массовый отказ от выплат по ипотекам, рынок должен упасть минимум на 30%, а также сопровождаться дополнительными проблемами в виде рецессии, безработицы, дефляции и т.д. Единственное, что пугает, это огромная разница в динамике цен между первичным и вторичным рынком, которая достигла 40% в прошлом году. Конечно, эта разница во многом обусловлена понятными факторами, вроде качества жилья, количество предложения на рынке или сегментации, но, тем не менее, это большой структурный риск, в первую очередь для финансового сектора. И главная проблема тут заключается в справедливой оценке каждого объекта недвижимости, а затем и всего перечня залогов. Почему так важна справедливая оценка? Все дело в том коэффициенте LTV или кредит-залог, о котором мы говорили в начале выпуска. Банк учитывает свои риски, исходя из стоимости недвижимости, которую ему рассчитывают профессиональные оценщики. Если мы имеем дело с ипотекой на первичном рынке, то LTV может рассчитываться по завышенному уровню цен. А значит, банк может и не получить от продажи залога тот объем средств, на который рассчитывает. Проще говоря, если вдруг залог в виде купленной квартиры на первичке придется изымать и пытаться реализовать, то это уже будет рынок вторичный, который в среднем дешевле первичного аж на 40%. И в этом случае даже при относительно высоком уровне первоначального взноса в 20-30%, ликвидационная стоимость может быть все равно ниже нуля. Конечно, в таком случае в первую очередь пострадает банковская отрасль. Но, как мы помним, из того же 2007 года эффект быстро перекинулся на другие отрасли или даже страны. Поэтому с вложениями в недвижимость сейчас лучше быть максимально аккуратными. Разумных вам инвестиций! Продолжение следует...